Добрый день! Сегодняшняя притча, о которой я расскажу, весьма поучительна и мужчинам, и женщинам. Называется она «Как выбрать жену». Как-то в одной деревне пошли мужики в баню. Вот сидят они, разговаривают, и каждый жалуется на свою жену. У одного строптива, у другого сварлива, у третьего ревнива. Четвертый скандал и закатывает, пятая хозяйка плохая. И сидел с мужиками в бане один дед, который прожил своей женой в любви и согласии больше пятидесяти лет. Дед, поговорили мужики, высказали все друг другу свои проблемы. Потом поворачиваются к деду и говорят, «Слушай, дед, а как это вот у тебя так получилось? Все в деревне знают, что ты своей женой живешь в любви и согласии больше пятидесяти лет и ни разу с ней не поругался. Вот как тебе это удалось? Ну, научи!» Усмехнулся дед и говорит, «Когда я был молодой, у нас в деревне всегда были танцы, а после танцев мы девушек, естественно, провожали домой. Ну, вот так и я потанцевал с одной девушкой и веду ее домой, провожаю. Она взяла меня под руку, мы с ней идем, я ей что-то разговариваю, рассказываю нам глаза мне, смотри широко открытыми глазами. Я увлеченно что-то и говорю, вдруг чувствую, она так это как-то руку вытаскивает потихонечку из-под моего локтя. И вдруг я прямо прямиком попадаю в лужу, а она-то лужу обижала, опять под руку меня взяла и опять внимательно слушает. И нет, думаю, что-то здесь не то. На следующий вечер я другую девушку провожаю и уже иду так целенаправленно к луже. И что вы думаете? И это тоже, как подходим к луже, тут же опять руку-то вынимает, лужу оббегает и меня у лужи встречает. Она сухая, чистая, я весь в грязи. На третий вечер я провожаю третью девушку. Ну, уже думаю только о луже. Я увлеченно ей что-то рассказываю, а она своими синими глазами смотрит на меня увлеченно, слушает, внемлет. И вдруг я чувствую, что к луже-то я подхожу, а она еще крепче ко мне прижимается к моей руке. И так вместе со мной она в лужу и вошла. Ну, думаю, может быть, случайно. Я уже иду во вторую лужу, в самой глубокой. И что вы думаете? Она со мной и в эту лужу вошла. Вот так вот с тех пор мы с моей женой и идем рядышком, рука под руку. И ни разу в своей жизни не поругались. Оригинальная притча о выборе жёнышки этим сельчанинам. Я вот слушаю эти притчи и даже задумываюсь, откуда они взяты. Кто их сочинил? Есть ли автор или это произведение коллективного разума? И так муженек нашел себе подругу, ту, которая не отпускала его ни на минуту, и даже, подойдя к луже, не решалась отпустить его локоть. Так с тех пор ходим рядышком, не ругаемся, живем лотком, пытаясь вникнуть в нравственное содержание этой притчи. Наверное, она направлена против ветреных красавиц, таких вертушек, существ легкомысленных, которые едва лишь наступают в дружбе испытания, выпадают на долю любимого человека скорби, искушения. Если образ лужи есть символ какой-то опасности жизненной, которую нужно преодолевать вместе, тогда значение притчи становится совершенно понятным. Подруга познаётся в беде. Мы вот, священники, сколько знаем случаев, муж неправедно оклеветанный оказался в местах не столь отдалённых, пишет родной письма из тюрьмы в пустоту. Она, едва лишь только этот разлом судьбы обнажился, тотчас показала тыл. Вместе с тем, я, слушая эту притчу, вспомнил древнюю ирландскую сагу. Вы знаете, мальчиком очень любил читать сказки народов мира, и мне припомнился такой сюжет из ирландской сказки. Жены устроили своего рода соревнования между собой, и каждая пыталась доказать, что она любит своего мужа больше, чем её товарка своего. Что же это был за конкурс? Какая-то узенькая тропиночка посреди двух бездно обрывов зияющих. И каждая жёнушка ирландская, посадив своего мужа в своего рода тачку, везла его. И первые две, желая показать своё бесстрашие и вместе с тем выдержку, везли эту тачку близко-близко к самой кромочке, едва ли не рискуя, вместе с драгоценным грузом упасть в тар-тарары. А последняя, самая мудрая, везла своего ровно посередине тропинки, максимально удаляясь от обрыва справа и слева. Она, так сказать, и заслужила одобрение читателям. Дай Бог, дорогие друзья, чтобы те наши собеседники, которые несут крест семейной жизни, особенно, если речь идёт о прекрасном поле, воспользовались примером этой никогда мною не слышанной ранее притчи и уж покрепче держались за милого доверяй да проверяй. Свобода у мужья – это осознанная необходимость быть поближе супругой. Первые 33 года довольно тяжело, а затем, как в моём скромном опыте, наступает блаженство.